В 1492 году Бакалумб открыл Америку и оттуда мы повезли зло. Про Бакалумбу не буду рассказывать, кто был такой Бакалумб. А то иначе мы очень сильно отвлечемся. Проблема с Бакалумбом состоит в том, что по официальным данным он генуизец, но в Гену нет никаких документов о факте его существования. Вообще, может, тогда не могли найти. Ну и поэтому, естественно, появилась гипотеза, что Бакалумб это португальский агент, действующий под прикрытием, цель которого направить исканцев не вокруг Африки, куда португальцы уже нашли путь, к островам пряности, а куда-то туда, в противоположном направлении. Кстати, это видно из того, что он поплыл самым идиотским путем. Не северным, через Исландию, Гренландию, и не южным, от островов Зеленого мыса к Бразилии. А поперся зачем-то через Саргасово море. Но опять-таки, есть мнение, что это целенаправленное вредительство. А про Бразилию все знают. Бразилии найдены финикийские монеты. Финикийцы от островов Зеленого мыса в Бразилию плавали. А, соответственно, викинги плавали на острове Фанга из Гренландии. На самом деле, вообще, известно было про Америку. Но, кстати, если бы у нас было время, то я бы вам рассказал, какую лапшу кому-то повесил на уши. Викторанты не забыли. Ну, подумайте, с точки зрения одного смысла. Например, спарень, без рода быстрее. К краю. Ну, для простоты. Давайте, что кому-нибудь из вас пришла в голову гениальная идея научно-техническая. И вы пришли на прием к пуче. Вот как вы к ним пойдете? Тогда было то же самое. И все равно куча народу брали деньги за доступ к телу. Вопрос, откуда у кого-то деньги? И вот мы понимаем, что это португальская разведка. А вот ответственно, но он же должен был что-то сказать, чтобы Ферденальд и Изабелла дали деньги. Чем-то нужно сделать? У меня больше. А? Мы надеемся. Хорошо. Значит, такой вопрос. Чего он им рассказал? Хорошо. Еще один вопрос. На. На. Рыбин. Скажите, пожалуйста, в каком году измерили Дианитра Семли? Ну, не в древней Греции. В Египте при... В Тольвере... Не то Александрит, не то еще кто, не помню, как его звали, он измерил диаметр земли. Причем совершенно примитивный стук. Кто знает, что такое северный тропик? Руки поднимите, пожалуйста. Руки поднимите, что такое северный полярный круг? Руки поднимите, что такое северный полярный круг? Это линия на Земле, в которой раз в году 22 декабря Солнце не всходит, а раз в году 22 июня не заходит. Северный тропик – это, соответственно, линия на земном шаре, в которой 22 июня Солнце поднимается в зиму, точно над головой. Южнее, оно уже там в зените регулярно бывает. А на экваторе оно проходит через зенит каждый день. Оно в точке истина в востоке поднимается, идет вот по небесному экватору, значит, через точку зенита, значит, назад и закатывается. Так вот, этот самый деятель, который жил в 2000 лет тому назад, он сделал следующую вещь. Он взял для того, что Александрия и Каир расположены на одном меридиане, то есть в них полдень аквилимента. Каир находится на северном тропике, или Александрия, не помню кто. Вот 22 июня, в тот момент, когда палка вертикально поставленной тень не дает, в другом городе она дает тень. И он от тривиальными реанкуляционными методами, зная расстояние от Каира до Александрии, определил диаметр земли. Но у него получилось слишком много, как ему казалось. То есть он на самом деле определил все прайс, вот там 6800 километров, радиус, а диаметр, соответственно, сколько? В общем, окружность экватора 40 тысяч километров. Но он, понятное дело, в стадии такой. Ему показалось, что это слишком много, и он взял доверительные интервалы по всем своим измерениям, они уже умели это делать, посчитал, что он везде июльич взял минимальное значение по доверительным интервалам. И получилась где-то земля примерно на треть меньше. Так вот, соответственно, с этой цифрой диаметра земли на треть меньше, чем реально, Колумб и приперся к Федеранду и к Изабель. Нарисовал Азию, показал диаметр земли и сказал, вот смотрите, до Азии быстрее плыть на запад, чем на восток. И поэтому получил деньги на экспедицию. При этом португальцы знали, что там Америка, и что диаметр на самом деле больше. Но Федеранду это за вгодитель не сказал.